приветствую друзья на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы чем определяется глубина веры почему многие годами ходят в храм а веры у них не прибавляется ну знаете ли вера метр еще по моему не изобретен тем более когда сами ученики сознавая ограниченность своей веры просили у господа прибавить ее веру им то христос очень неожиданно ответил если вы имели хоть сгорчичное зерно подлинной веры то и горы переставлять бы могли и ягодич и не сей сказали бы пересадись с берега в море и она послушала бы вас то есть самые непостижимые перемены в жизни вокруг вас произошли бы имея вы хотя бы начатки хотя бы крупицы подлинной веры в господа его всемогущества каковы признаки веры подлинная вера в подлинного бога то есть вера правая а не во что попало непременно имеет отражение в жизни человека тем его верным устроением в которое приходит он от созерцания той подлинной духовной реальности которая невидима очам но видимо как раз очам веры другими словами верующий поступает в связи с той духовной реальностью в этой земной видимой жизни подтверждая ее и ее значимость для себя своими делами ходить во свете веры это значит в соответствии с теми очевидными для себя но не для других не для неверующих духовными реалиями проводить и свою видимую жизнь свидетелями духа становятся духоносные мужи святые которые живут ходя пред богом и действуют так как повелевает им их вера как соответствует тому содержанию содержанию и состоянию в котором пребывают их идеальные их совершенные их высшие предметы веры если бог троица и бог любовь и бог есть свет и нет никакой тьмы и бог есть христос воскресший то человек верой принявший эту духовную реальность живет как христианин в тех порядках жизни которые самим богом и установлены верующий богу неизбежно принимает со всей верой и своей жизни подтверждает свою церковь которая им установлена и им одухотворена и им наполнена потому и говорит народ кому церковь не мать тому и бог не отец тот в какого-то другого бога верит им самим придуманного если говорит я бога то принимаю в него я верю но в церкви не нуждаюсь я без нее устанавливаю мои с ним отношения тот несомненно верует но в кого тот бог который установил церковь именуется господь наш иисус христос созерду церковь мою и врата ада не одолеют ее поэтому верующий неизбежно становится на чадом церковным только если он действительно верует в того христа которого благовествовали апостолы они выдуманного им самим какого-то сверхъестественного какое-то сверхъестественное существо якобы правящее миром и вступающие с ним автором этой религиозной басни этого религиозного бреда этой религиозной фантазии в его такой жизни которую он ведет который его как раз вполне устраивает и от в которой он прекрасно обходится без церковных таинств без церковного попечения без благодати духа которая церковью и ее таинствами изливается на душу человека преображая ее свободу чад божьих в благодать и совершенство будущего спасения так что признаки подлинной правой веры в человеке это жизнь по вере практика благочестия опыт духовной жизни воспринимаемый носителем веры от тех кто ее эту веру нам передает кто нам свидетельствует о подлинных объектах для этой веры от подлинных ее идеалах личности господа нашего которую и признавая таковой то есть божественный мы неизбежно и собственную жизнь перекраиваем и если еще и не переставляем гор и не пересаживаем ягодичин то по причине бессмыслия такими делами но передвигается несравненно большая гора гора нашего эгоизма самолюбия самости и мы переквашиваемся становимся подлинным тестом божьим из которого можно уже испекать божьих хлеба душа призвана измелиться господу в жерновах смирения чтобы стать ему как хлеб сладкий и это смирение не может прийти в душу не верующую во христа как в бога нашего и спасителя так что проявлением веры несомненно является жизнь которая соответствии с учением христовым есть жизнь крестная есть жизнь следование за своим божественным учителем есть жизнь цель которой стяжание царства небесного господа нашего иисуса христа внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а